Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот общался вчера с очень умными людьми с духовного мира, и все они говорят, в общем-то, одно и то же. Нынешний этап истории человечества наши мудрецы называют эпохой прихода Машеха. И это безусловно, мы уже видим это. Он еще не раскрылся в мире, но его признаки уже видны. Пока мир еще погружен в абсолютную тьму. Но луч света из того времени, когда полностью раскроется Творец, начинает понемногу пробиваться и светить. Посмотрите, мир постепенно переворачивается с головы на ноги. То, что вчера еще казалось незыблемой какой-то основой мироздания, сегодня просто разрушается. Мир медленно возвращается к своему первозданному корню, к своему Творцу. К тому, кто сотворил мир, кто оживляет его каждое мгновение. И, безусловно, приведет мир к изначальной цели. Это особенное время, когда еще можно успеть стать компаньоном Творца. Надо сделать выбор. Надо быть одним из тех, через кого проявляется в мире его глубинный замысел. То есть, надо заниматься духовностью. Хафицхайм, например, он всегда ждал Машеха. В молодые годы у него была своеобразная одежда, приготовленная для встречи с Машехом. Но и когда он был уже очень пожилой, он в середине дня переодевался в свои субботние одежды и смотрел в окно, и смотрел на дорогу. И сам объяснял это очень интересно. В Талмуде написано, когда человек приходит в мир истины и предстает перед Всевышним, ему задают вопрос, всматривался ли ты, когда придет избавление? Его не спрашивают, надеялся ли ты. Всматривался. Надо немножко всматриваться в происходящие события, в то, что мы видим. И если мы это сделаем, мы увидим, безусловно, руки Бога. Кстати, очень интересная вещь. Написано, одна из примет прихода Машеха, что монеты исчезнут из кармана. И вот я всегда думал, что значит монеты исчезнут из кармана. Вообще у людей денег не будет. И вот теперь я понял. Одна из примет вообще нормального чека, это он дает, знаете, милостынюю, пора что-то иногда люди. Человек достал, монетку дал, и написано это очень для него хорошо. Так вот сейчас все больше и больше исчезают монеты. У людей карточки. Карточки, биткоины, я знаю там. А с карточкой ты идешь по улице, или стоит нищий, просит денег. Ты же не дашь ему деньги. Карточку он не прокатает. И все это сделано для того, чтобы вот все было, как сказал Всевышний. Давайте коротко перед Рошашана какие-то вещи, которые необходимо по мнению наших мудрецов или кабалы сделать. Первое. В эти дни до Рошана, сколько осталось, написано, что нам посылается специальное испытание. Нас кто-то обижает. Дома или на улице, или где-то на работе. Что нас кто-то обижает. Даже унижает, написано. Написано, что в эти дни это точно специально посланное нам испытание. Ни в коем случае не отвечать. Не отвечать ни на одно оскорбление, не отвечать ни на один конфликт. Это испытание с неба. Второе. Надо проведать, написано в эти дни, самое идеальное, это, во-первых, побывать у родных на кладбище. И обязательно до Рошана, если есть возможность, съездить на могилы праведников. В самом Рошашана два дня. Написано, род на замке. Один из правильных приговоров. То есть эти два дня не говорить лишнего, плохого, никого не осуждать. Ни в коем случае. Потому что часто написано на небе суд. Тебе делают какую-то ситуацию. И ты говоришь, да, это там, и все. И в тот же момент ставишь печать себе не то, что надо. Поэтому никого не осуждать. Говорят, вот это сделал то-то. Ну, хорошо. Написано в кабале, что для заработка очень хорошо купить новый нож, поддержать его и начать использовать только в Рошашана. Мы не знаем, почему это, но так написано. Если кто-то ходит в синагогу, обязательно сходите, потому что написано, что на Рошашана все души, судят ведь не только те, кто в этом мире, а те, кто и в том мире. Поэтому души всех ваших ушедших родителей, предков, так сказать, они собираются на Дарон Кодышем и там обязательно живут. Написано, сейчас очень важно стать дающим. Человек, он или дающий, или берущий. Берущий, никакого отношения не противоположен Богу. Дающий, он похож на Бога. Поэтому надо как можно больше стараться превратиться из берущего в дающего. Беда, все правильно, да? Чтобы человек стал лучше, написано, надо, чтобы, уходя из этого мира, он ушел из него лучше, чем пришел. Мы очень часто это говорим, но кто запомнил, кто нет, сказать очень сложно. Еще одна очень важная вещь. Это день сотворения человека. А энергия всегда сохраняется. Вот того, что было в начале, всегда, что происходило в один день, будет происходить дальше. Написано, идуизм это религия времени. В этот первый день был создан человек, он согрешил, был судим и оправдан. Единственное, что, когда читаешь Тору, смотришь, ну как оправдан. Проклят человек, проклят жена, проклят, то есть не совсем как-то понятная для нас оправданность. И вот тут вот есть очень важная вещь, которую надо понять. Всякие неприятности, бедности, болезни и так далее, это все те искупления, которые посылаются нам для того, чтобы не применять к нам более серьезные меры воздействия. Человек, который хочет получить на земле здесь в теплую ванну, он не выполнит свою функцию, то, для чего пришел в этот мир. Поэтому нужно принять правильное решение сегодня, подумать об этом. Вчера уже нету, завтра неизвестно никому, и нам невидимо, да. Ну а каждый день он рождается заново. И мы другие, и ситуация другая, и силы действуют другие. И перед Новым годом силы действуют особые, которые надо использовать, силы, помогающие раскаянию. Поэтому, если медлить, и опять отложить все на завтра, все может поменяться. Брахава от слаха, чтобы у всех у нас был хороший приговор на этом суде. И мы точно видим, что Машеях вот-вот, вот буквально может не хватает какого-то усилия. Брахава от слаха. Продолжение следует...